От потливости ног страдают и мужчины, и женщины. Мужественный вид человека в форме или летящая походка девушки вмиг потеряет свое очарование, стоит лишь им разуться. От этой напасти есть эффективное средство. Вне зависимости, какой бы ни был поставлен диагноз, если мы говорим о проблеме кожи или ногтей, чаще всего в рекомендациях на первое место я выношу номер один рекомендация дезинфекция обуви. Потому что если это грибковая патология кожи или ногтей, микробная патология кожи или ногтей, нет смысла начинать дальнейшие мероприятия по лечению, не ликвидировав отчаянка инфекции. Дезинфекция обуви является мероприятием номер один, поскольку обувь является источником инфекции. То есть мы, ежедневно одевая обувь, заражаем ее, и даже если мы успешно проведем курс какого-то лечения, снова одевая не продезинфицированную, не обработанную обувь, мы реинфицируемся. Существуют средства в виде порошков. Например, средство борозин. Используя, применяя его для дезинфекции обуви, мы достигаем сразу несколько целей. Во-первых, мы дезинфицируем обувь, поскольку борозин обладает противогрибковой, противомикробной широкого спектра активностью. То есть вне зависимости, какой воспалительный агент вызвал ту или иную патологию, мы добьемся цели. Мы продезинфицируем обувь. Во-вторых, у борозина есть свойство снижать потоотделение стопы. А следовательно, мы ликвидируем избыточное потоотделение, и как следствие неприятный запах. Еще одно, третье преимущество борозина, что, применяя этот порошок, постепенно мы уменьшаем натоптыши, если таковые имеются. Потому что в состав борозина сходит салициловая кислота. Самое главное правило по уходу за обувью – не носить ее ежедневно. Обувь нужно менять хотя бы через день, дать ей возможность отдохнуть и просохнуть, чтобы не создавать питательные среды для размножения бактерий. Но если речь идет о рабочей или дорогостоящей специальной обуви для рыбалки, охоты или скалолазания, вряд ли у каждого будет запасная пара. В этих случаях порошкообразный борозин – незаменимое средство. Также порошок борозин может быть очень актуален для людей, регулярно, ежедневно занимающихся спортом. Поскольку отдохнуть пару обуви, это достаточно… оставить отдохнуть пару обуви спортивной достаточно проблематично. Но все-таки какая бы ни была кожа, какое ни было бы потоотделение, все мы знаем, что в конце тренировки обувь у нас изнутри влажная. То есть борозин для спортсменов – это тоже препарат выбора. Хорошей рекламой для борозина может служить то, что уже больше 10 лет латвийская армия для контингента, которого она отправляет в жаркие страны, приобретает этот порошок. Поскольку лечение заболеваний стоп гораздо дороже, нежели профилактика. Инструкция по использованию борозина проста. Разделите поровну содержимое одного пакетика между правым и левым ботинками или туфлями, сапогами или кроссовками. Лучше это делать с утра, непосредственно перед надеванием обуви. Делайте это ежедневно, 5 дней подряд. Борозин хорошо проникает через носки и длительно сохраняет свои защитные свойства. После пятидневной обработки обуви эти свойства сохраняются на протяжении нескольких месяцев. Борозин продается в латвийских аптеках. Продолжение следует...